Итак, посмотрим, каким образом создавать анкету или опросник. Для этого надо зайти в систему Google.com через свой аккаунт, там где находится ваш почтовый ящик. И на панели сверху у вас есть такой пункт, как документы. Если у вас нет на русском языке, то можно поставить, нажав на эту кнопку, тут выбрать настройки или по-английски options и поставить язык интерфейса русский. После этого вы можете увидеть здесь документы. И для того, чтобы создать опрос, надо выбрать создать, тут выбрать форма и можно приступать к созданию опроса. Пишется название темы, комментарии к опросу, дальше сам вопрос и какие есть варианты. То есть, может быть ответ в виде текстового окна, когда отвечающий вносит туда какие-то свои данные. Также может быть большой текст, если развернутый ответ. Выбрать один вариант из предложенного списка. Количество вариантов можете сделать хоть 20. Дальше несколько вариантов из списка, когда отвечающий может выбрать более чем один вариант. Дальше выпадающий список, где выбирается один вариант. Шкала, где можно поставить, каким, допустим, по счету или по приоритету выбирается вариант ответа. И последнее это сетка. То есть, здесь можно указать количество столбов и для каждого несколько вариантов ответов. После того, как у вас будет готов опросник, вы нажимаете готово. Можете здесь выбрать еще элемент темы. Из предлагаемых, например, что-нибудь типа такого. И тогда появится ваш опросник в этом стиле. Варианты вопросов могут быть абсолютно разные. Вот я показываю, допустим, анкетирование некой родителей. И когда опрос будет проведен, то он у вас будет вот в таком виде. Варианты ответов с числами, записью. То, когда был произведен опрос. И можно увидеть общую картину, нажимая на форму. И здесь можно посмотреть сводка ответов. Тогда показывают в процентах все графики строятся. И по ним уже можно делать какие-то определенные выводы. Проценты. Сколько ответило, когда ответило и так далее. Если вы хотите форму исправить, нажимаете форму. Изменить форму. И здесь можете менять варианты. Соответственно, то, что внизу стоит ссылка, это именно та ссылка, которую вы отправляете на электронную почту или на страницу интернет, через которую заходят люди, которых будут опрашивать. И они ее заполняют. Вот в таком виде приблизительно это будет выглядеть. И они выбирают варианты ответов. Допустим, такой, такой или такой. Здесь могут писать текст. И если надо, будет выпадающие списки или варианты ответов, где нужно выбрать один из вариантов. Надеюсь, что это объяснение было понятным. Если какие-то вопросы будут, то можно написать мне или подойти во вторник или в четверг. Во вторник после седьмого, в четверг после второго урока. Ну и я тогда найду время, чтобы объяснить более подробно уже на месте. Желаю успехов! Так. Продолжение следует...